Лауреат самых престижных зарубежных республиканских и областных фестивалей, которые проводятся в Белоруссии, России, Польше и Литве. Все это о музыкально-драматическом театре «Гродненский колокольчик». Недавно коллектив с многочисленными наградами вернулся с международного проекта креативного искусства «Апельсиновая береза». Он проходил в городе Орша Витебской области. В фестивале участвовали театры моды, уличные, драматические и музыкальные театры, цирки из Белоруссии и России. Конкурсантов судила строгая и принципиальная жюри. У нас диплом лауреат первой степени, то есть это в жанре драматического искусства, за спектакль «Жабки и черепаха». Диплом за актерский ансамбль, если кто понимает в театральном искусстве, это очень дорогой диплом. И третий диплом – это диплом за главную роль, за роль черепашки получила наша Юлиана Пачебут. По словам Татьяны Стрижак, впереди у «Гродненского колокольчика» новые выступления и, конечно же, очередные победы на фестивалях самого разного уровня. 27 апреля нас пригласили, у нас есть в Гродненской области такой красивый фестиваль, портал. Впервые туда приглашают детские коллективы, он проходит в вертелишках, и туда съезжаются лучшие коллективы Гродненской области театральные. Мы будем участвовать на втором международном фестивале «Ляльки над Неманом» профессиональных театров «Кукол». Это будет с 11 по 15 мая. Мы участвуем в фестивале национальных культур. Мы уезжаем с 23 по 27 июня, уезжаем в Польшу на Виграшик. В репертуаре театра более 10 спектаклей. В группе 27 талантливых актеров. Ребята с огромным удовольствием принимают участие во всех постановках. Мне больше всего нравится играть роль в этом театре, заниматься, особенно по речи, по вокалу, по танцам. Мы много танцуем. Музыкально-драматический театр «Гродненский колокольчик» создан в 1996 году на базе детского сада номер 76. В 2001 году коллективу присваивается звание «Образцовый». А в 2010-м за вклад в развитие национальной культуры театр становится заслуженным любительским коллективом Республики Беларусь. Наталья Иванченко, Андрей Шмыгин, Максим Базыленко. Новости Гродно+.